Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и в сегодняшнем видео хочу показать вам еще одну интересную партию, где снова была разыграна исцелянская защита. В данном случае за белых играл второй чемпион мира по шахматам Эммануэль Ласкер, а черным играл неизвестный соперник. Это была партия из сеанса одновременной игры в Гамбурге в 1898 году, то есть еще в 19 веке была сыграна данная партия. Итак, после Е4 и Ц5 последовало Конь Ф3, Е6, Д4, ЦД, Конь Д4 и неизвестный соперник играет А6. Это вариант Паульсона, либо вариант Канна, как называют его в иностранной литературе. И в ряде вариантов возможен переход по систему Тайманова с ходом Конь Ц6. Итак, в этой позиции за белых есть, конечно же, масса хороших ходов. Конь Ц3 это основное продолжение, но в принципе можно играть белым по-разному. Например, можно сделать ход с Тунг Д2, который Ласкер и избирает. Здесь у черных тоже понятно, что довольно богатый выбор. Ходов очень много и ходов, конечно же, довольно неплохих. Но вот Ф7, пожалуй, одно из основных тоже. И опять же, в перспективе возможен ход Конь Ц6 и снова перестановка ходов будет. И у нас возникнет переход в вариант Тайманова. Но, тем не менее, ход Д5, который избирает соперник Ласкера, он в принципе по-своему идейный. Но, с другой стороны, у этого хода есть свои минусы. То есть, вообще известный факт, что если черные проводят Д5 сицилианки в хорошей редакции, то у них нет никаких проблем. Но здесь редакция не самая лучшая. В чем проблема хода Д5 конкретно в этой позиции? Дело в том, что белые, конечно же, играют ЕД. И у черных, в общем-то, не самый приятный выбор. То есть, на самом деле, оба хода возможны. И Ф3 Д5 и ЕД. Но у каждого из ходов есть свои недостатки. Начнем с хода ЕД. Почему, допустим, не так хорошо ЕД? Ну, ответ очевиден. Это изолированная пешка черных на поле Д5. И плюс обычно, когда такая пешка появляется, должна быть активность фигур. У того, у кого она есть. В данной ситуации у черных нет никакой активности. То есть, после рокировки здесь переезд развития даже у белых, а не у черных. То есть, черные вообще всю партию играли пешками. Так, конечно, они в будущем выведут свою фигуру. Сыграют какой-нибудь в 6. Затем, допустим, на слонах 3, слон Е7. Затем короткая рокировка. Ну, у белых явно здесь есть переезд. Потому что, в общем-то, пешка Д5 никуда не идет. Она заблокирована. Она является объектом атаки. То есть, у черных, в общем-то, здесь статически, конечно, похуже. И позиция не самая приятная на выходе из дебюта. Контр-игры особо пока не видно. Вот, это ход ЕД. Если же разобрать такой ход, а именно ферзь Д5, который был в партии, то проблема этого хода в том, что ферзь с этой доски стоит плохо. Мы это все знаем. Вот, и, соответственно, после простого хода рокировка, в перспективе ферзь попадает под темпы. То есть, в любом случае, рано или поздно, белые сограют конь С3. То есть, слон С5, слон Е3. В этой позиции, как ни странно, в общем-то, уже сразу нужно было согреть не конь Ф6, а ферзь Е5 черным. То есть, такой ход советует компьютер, хотя это не так очевидно. Но идея в том, чтобы уйти от хода конь С3 с темпом. Последовал же ход конь Е6, стандартный развивающий. Ну и здесь, вместо хода конь С3, на самом деле, у белых была очень интересная возможность, мимо которой прошел ласкер. Но очевидно, что ход все-таки не самый простой, но тем не менее, довольно красивый. Хочу вам его показать. Это ход конь Е6. Очень интересная жертва. На самом деле, это временная жертва фигуры. Вот. И в будущем, во всех вариантах, у белых остается, как минимум, лишняя пешка. Тут еще не такой большой выбор. То есть, черные могут сыграть либо слон Е6, либо ферзь Д1. Но ход ФЕ еще хуже, чем слон Е6. Там последствия такие же точно. Поэтому разберу оба варианта. Итак, допустим, слон Е6. Тогда все довольно просто. Меняю ферзей и на любое взятие, хоть слоном хоть конем, играем слон С5. У белых лишняя пешка плюс два стана. То есть, довольно серьезный перевес. Но, на самом деле, если мы вернемся назад, то в случае хода ФЕС Д1 у белых еще больший перевес. То есть, по материалу будет то же самое. Одна лишняя пешка, но позиционный перевес будет гораздо более серьезным. За счет того, что у белых еще и очень активные фигуры. То есть, вариант такой. Это конь С7 в начале. Король Д8, ноги Д1 шаг. Король Ц7, слон С5. Белые отыгрывают материал и остаются в итоге с лишней пешкой. Но у черных очень слабый король. И здесь, на самом деле, действительно, у черных довольно серьезная проблема. То есть, именно поэтому у конь Е6. В данной ситуации, вот видно, конь Ф6 давала отличную позицию белым и, как минимум, лишнюю пешку. Но последовал ход стандартный конь С3. И в этой позиции, опять же, таки, как в ходном ранее, нужно было сыграть черным ФЕ5. После этого хода, в принципе, у черных все более-менее нормально. То есть, они не попадают под тактические различные удары. То есть, опасных отскоков каких-то коня у белых нет. То есть, конь Ф3 не страшно. Там можно Ферзом уйти назад, допустим, даже на поле Ц7. А в общем-то, не видно, что еще хотят белые. То есть, в целом, черные сейчас. Если сделать рокировку, помешать рокировке черным довольно трудно, то у них вполне игровая позиция. Последовал же ход Ферзь Д6. И данный ход, как ни странно, является уже чуть ли не серьезной ошибкой. То есть, по большому счету, он все еще не проигрывает. Серьезная ошибка будет чуть позже. Но, тем не менее, большой позиционный перевес уже переходит к белым. И очень точный ход находит в данной ситуации Ласкер. Это конь А4. То есть, опять же, таки, очень важно, когда у вас перевес в развитии, стараться играть как можно активнее, как можно динамичнее. Потому что, если соперник, опять же, таки, успеет сделать еще пару развивающих ходов, то, опять же, таки, вся динамика уже уйдет. И, в общем-то, вы ничего не добьетесь. То есть, конь А4 очень сильное решение. Здесь, ну, пожалуй, все-таки стоило сыграть черным слон Д4. Опять же, таки, еще одна неточность. Но пока не очевидно, почему слон Д4 ход обязательный. И понятно тоже, почему черные сюда не пошли. Потому что после размена белые получают преимущество двух слонов. Но, опять же, таки, вариант можно и здесь продолжить. То есть, черный играет конь БД7. Ну, и, опять же, не видно, что хотят белые. То есть, ходов типа конь Б6, конь С5 у белых нет. Слоны Ф6 тоже большого смысла не имеет. Там просто будут массовые разбины. Вот. И, в общем-то, да, у белых поактивнее. Но, опять же, ничего серьезного. Опять же, с другой стороны, возникает логичный вопрос. А зачем вообще отдавать слона? Если можно сыграть слон А7, сохранить сильного чернопольника. И, к слову, ход слона А7 это стандартный перевод слона в подобной структуре. То есть, в варианте пауза. Но здесь проблема в том, что у белых находится очень сильный удар, который, конечно же, Ласкир заготовил заранее. Это очевидно. И очень сильный ход это. А именно, конь Б5. То есть, конь Б5. Идея очень простая, что после взятия коня теряется ферзь. Поэтому ферзь Д1. Ход строго вынужденный за черных. И далее конь С7. Начинается с этого хода очень красивая комбинация. И сейчас мы видим, как здесь белые пожертвовали фигуру. Но в итоге поставили мат. В этой позиции, на самом деле, уже у черных большие проблемы. То есть, как минимум, качество белые тоже выигрывают. Но, с другой стороны, опять же таки, качество это еще не партия. То есть, стоило сыграть здесь король Е7. Только данный ход продолжал борьбу за черных. Все остальное проигрывает совсем быстро. Итак, король Е7. Белым нужно бить ферзя на Д1. И далее, после слона Е3, самое сильное за белых, это все-таки забрать ладью, сыграть коня 8. Тогда слон уходит из-под боя. И после конь Б6, конь Д7. Опять же таки, самый простой, самый хороший вариант за черных. Ну, и здесь белые могут сыграть как конь Д7, так и конь С8. Оба хода хорошие. И после, допустим, конь С8, надеть С8, конь С3, можем подвести уже определенные итоги данной форсированной операции. То есть, мы видим, что у белых лишнее качество. Все-таки, можно сказать, что тут тоже не совсем уж такая простая позиция. Потому что у белых, в общем-то, здесь нету какого-то конкретного плана выигрыша. У черных, в свою очередь, есть довольно сильный чернопольный слон. Обладение вертикалью С, полуоткрытой. Но, опять же таки, все равно позиция, конечно же, с серьезным перевесом белых. То есть, тут еще представила работа по победе. Но, тем не менее, я думаю, что Ласкер бы победил, конечно, у своего менее сильного соперника. Но, на самом деле, все равно, опять же таки, нужно было сюда идти. Просто это уже ход король Д7. А король Д7, это уже ошибка. Причем, ошибка решающая. Дело все в том, что далее начинается матовая атака на черного короля. Причем, она работает даже, учитывая тот факт, что у белых нету ферзя. Все равно, здесь белые добиваются матовой атаки и побеждают. Итак, последний ход ладья Д1. Король С7 играть надо. Слоны в 4. Король С6. Ладья Д6. Король С7. И вот здесь очень красивый ход, который, скорее всего, соперник Ласкера недооценил. И, возможно, не видел просто. То есть, за белых. Сейчас напрашивается вскрытый шаг ладьей. То есть, уйти ладьей и, соответственно, слонцев 4. Поставить тогда шаг. Такие варианты, как ладья А6, нам нужно проверять. Ладья Е6. Они, в принципе, имеют право на жизнь. Но гораздо сильнее сделать другой ход. А именно, ладья А на Д1. Укрепляя свою ладью. Ну, и теперь уже угрожает ход ладья Д7. Который, к слову, вскоре и последовал. И вот, на самом деле, от ход ладья Д7 черных просто нет защиты. И здесь уже черные неизбежно получают мат даже при сильнейшей своей игре. То есть, даже нет защиты от мата у черных. Хотя у них сейчас лишний конь. И так в партии еще последовало. То есть, черные попытались максимально продолжить борьбу. И какие-то проблемы создать для белых. Для ласкера. Но ласкер был точен. И довел партию до победного завершения. И так последовало Е5. Дали слон Е5, слон Ф2. Вот опять же таки, да. В принципе, можно даже здесь ошибиться. Когда позиция абсолютно выигранная. То есть, сыграть король Ф2, чтобы он не такой ход сделать. И после конь Е4, король Ж1, конь Д6. Получить не самую ясную позицию. Компьютер пишет даже здесь, после хода слон Д6. Что у белых выиграно. Но опять же таки, форсированного мата нет. У черных, по крайней мере, временно лишний материал. И тут не все так просто. Именно поэтому, чтобы не усложнять себе жизнь. Ласкер играет очень точно и очень грамотно. Король Ф1. То есть, он не дает сопернику шахов. И теперь, на самом деле, защиты от мата у черных просто нет. И так, партия еще последовало. В ответ на король Ф1. Черные сделали ход слон Д4. То есть, попытаюсь, что они здесь боролись до конца. И пытались хоть какие-то проблемы создать. В уже безнадежной позиции. Ну, опять же, тут уже все совсем просто. То есть, белые съедают слона. Можно было сыграть и Ладья с Д6 на Д4. То есть, приятный выбор у белых. Ну, так еще точнее. Идея опять же таки состоит в том, что белые хотят сыграть Ладья с Д7. И поставить мат. Ну, и в итоге, именно так партия и закончилась. То есть, ну, он Д7. Ладья Д7. Это еще не мат. Но после кролица 6, следующим ходом, все-таки, белые объявляют мат. По сути, одинокому черному королю. Так что, поэтому, по итогам данной партии могу сказать так, что в варианте Паульсона ход Д5, по крайней мере, на ранней стадии, он очень рискованный. И вот если вы играете подобные позиции черными, то данный ход все-таки я бы не советовал вам делать. Потому что вскрытие игры в пользу белых. То есть, после ЕД, если вы сыграете ЕД, то будет изолятор. И компенсации особой за эту слабую пешку вы не получаете. То есть, фигурная игра у вас тут, по большому счету, не будет хорошей. А если сыграть Ферзь Д5, то проблема в том, что Ферзь попадает под темпы. И, как видите, здесь, опять же таки, и КНЕ6 был до охоты, и вот, допустим, КНЕ3. То есть, все эти позиции, они явно в пользу белых. То есть, да, там, после хода Ферзь Д5, например, КУМ пишет, что у черных все более-менее нормально. Но все равно, Ферзь на три доски все-таки обычно стоит довольно неуклюже. И попадает под удары фигур соперника. Поэтому, опять же таки, ход Д5, все-таки, это преждевременное решение в подобных структурах. Ну что ж, надеюсь, что эта партия вам понравилась. Всем спасибо за внимание, и до встречи в новых видеороликах. Продолжение следует...